здравствуйте мои дорогие любимые с вами снова канал школа таро альвиен меня зовут карина я таро лаки практик сегодня мы с вами гадаем на трех колодах на замечательную тему что хорошее придет и что плохое уйдет в скором времени в вашей жизни у нас будут участвовать такие колоды таро темный особняк вы знаете что я люблю эту колоду очень сильно также дикие неизвестные архетипы и колода знаки вселенной оракула знаки вселенной татьяна мужицкой вот такие три колоды участвуют эти две колоды я убираю в сторону но знаки вселенной мы конечно просто будем смотреть для вас знак до дикие неизвестные архетипы посмотрим тоже что хорошая придет что плохое уйдет и второй темный особняк также выкладывать я буду первую карту что хорошая придет вашу жизнь в скором времени напоминаю что видео всегда актуальный момент когда вы его смотрите даже если она записана много лет назад вы нашли на просторах интернета значит она актуальна для вас прямо сейчас и пока я выкладываю карты напоминаю что вы можете записаться ко мне на индивидуальные расклады консультации ритуалов пишите мне в вайбер ватсап контакте в инстаграм в телеграм я вам отвечу сообщу все свои условия цены и мы с вами обязательно поработаем напоминаю бесплатно я не работаю и не работаю за отзывы и также лайки вот рекомендации более того вы можете найти все мои контактные данные в описании к любому видео любому нужно развернуть описание под названием также чтобы написать человеку нужно добавить его ну ватсапе написать человеку нужно добавить его в свои контакты телефонов напоминаю все эти правила для тех кто их не знает итак первая позиция у нас будет это печенье вот такая у нас карта печенье до 2 позиция это будет такая балл третья позиция вино для гурманов да как говорят и четвертая позиция маргарита выбирайте ту карту картинку которая вам понравилось 1 2 3 4 те кто еще не выбрал ставьте на паузу выбирайте а потом переходите на свой тайм-код а мы с вами начинаем итак позиция номер один наше печенье что хорошая придет вашу жизнь в скором времени давайте смотреть вышла карта рыцарь пентаклей ну во первых обстоятельный мужчина на нет не на белом на коричневом коне я шучу вы знаете рыцарь пентаклей всегда показывает успех в работе и в денежном эквиваленте до увеличивается ваш денежный запас а более того вы как будто бы растете продвигайтесь по карьерной лестнице карта говорит об успехах труде в работе в бизнесе она показывает что медленно но верно человек развивался и продвигался вперед все это время длительное время да и также она говорит о взаимодействии действительно с мужчиной у которого мало может быть романтики в душе но больше обстоятельности надежности каких-то вот таких качеств характера которые есть в каждом настоящем мужчине он проявляет ответственность он не торопится в жизни там допустим лезть в постель развивать отношения до романтические а скорее готовится сразу к чему-то серьезному и этот человек он может подставить плечо может быть хорошим другом он может быть хорошим мужем для жены для женщины вот и также хорошим товарищем для мужчины в работе в труде в бизнесе и в жизни и конечно такой человек поддерживает поэтому что хорошее придет это может быть человек хороший человек в жизнь ну а что хорошие люди на дороге не валяются да и либо вот либо карьерный рост финансовая прибыль конечно эта карта она всегда говорит о некотором промедлении то есть ему развивается медленно но верно идет вперед и я считаю что может быть и не надо никуда торопиться а наоборот да вот идти потихоньку но все-таки в жизни что-то хорошее происходит есть какая-то надежность да вот основательность и стабильность давайте посмотрим что плохое уйдет из вашей жизни вышла карта иерофант вы знаете иерофант он часто показывает людей вот если вот если человек до уходит из вашей жизни которые всегда прав но вот есть такие люди вот всегда прав человеку и может быть вам надоело с таким человеком общаться разговаривать когда слушаешь только его это он всегда прав когда у него есть четкая позиция конечно вроде когда но не всегда эта позиция вам близка и иерофант может показывать что уходит человек из вашей жизни с которым надоело общаться по причине того что он слишком нудный и что он думает только о себе о своих каких-то правилах о том же в своей принципиальности до слишком принципиально себя ведет и не слушая других а старается получается быть только вот в своей этой ну варится каши своих проблем до да даже не проблем а именно того насколько он во всем всегда специалист прав и у него нет чужого мнения у него есть только свое и это надоедает на самом деле при общении более того конечно карта показывает иногда вот допустим смотрите такие моменты рыцарь пентаклей продвижение по работе деньги да работа уже за деньги работа доставляет радость от того что там идет прибыль увеличивается доход а иерофант это работа за идею но вот вы знаете иногда от нас как будто бы общество или люди окружающие или работодатель требует молочу почему тебе за идею не поработать ну что вот мне очень часто люди пишут вы что за деньги гадаете нет я буду питаться праной или в санцеедом стану воздухом начну а что почему нет вот и тут также вот как будто кто-то вам говорил но что за идею поработаешь делаешь обществу приятное добро здесь нет добро мы все хотим делать вот я допустим записываю видео на канал да это что же добро все его бесплатно смотрят правда но есть какой-то предел вот по иерофанту вот как священник уходит в храм работать нет этого предела понимаете то есть по сути он отдает себя обществу он служит служит этой религии этому обществу он как будто бы ну если особенно постриг прошел вообще в монастырь да он не думает о деньгах он работает только на благо общества на благо религии на благо церкви на благо на благо монастыря допустим и до конца жизни так живет вот от вас как будто бы такое было требование до этого ну чё чем бесплатно поработаешь но бывает ты этого хочешь и от души это делаешь как любой священник монах там и так далее а бывает ты же не хочешь не хочешь же тебя заставляет жизнь или люди да и вот у вас эта ситуация уходит что вас так заставляли но это очень я считаю хорошо давайте посмотрим дикие неизвестные архетипы что у вас хорошая придет скоро ха интересно вышла линия разлома ну по сути трещина да что это означает карта говорит о том что возможно у вас какая-то ситуация очень долго копилась но знаете когда ты испытываешь или кто-то испытывает твое терпение или ты испытываешь до свое терпение долгое время и хорошее придет то что это терпение вот как будто бы лопнуло и пошла линия разлома то есть больше я этого допустим терпеть не буду но в принципе это может касаться вашей работы например да или какой-то дружбы личной жизни вот как я говорила человек который всегда прав но надоело да ты начинаешь просто ломать связь таким человеком говорить но я не хочу с тобой больше дружить и не хочу с тобой общаться ты мне надоел надоело вот то есть идет хорошие почему хорошие вам покажется вдруг это плохое нет это хорошие вам то что у вас надоело задолбала замучила вас она уходит а почему потому что вы буквально говорите я больше так не хочу все стоп то есть это вы говорите этот знак стоп это вы делаете остановку потому что ну в любом случае если вы этого не сделаете кто это за вас сделать да может вас жизнь заставляет может еще как-то но точка кипения и получается так что до линия разлома происходит и для вас это хорошо вы выдыхаете говорите ну наконец-то избавился или избавилась от вот этой надоевшие мне ситуации давайте посмотрим что плохое уйдет из вашей жизни это литая она я почему так положила что вы прочли слова смотрите тут получается как вот есть черная сторона белая сторона это карта истины она показывает что человек он ну как сказать он состоит из темного светлого все в этом мире из добра и зла до из положительного отрицательного плюса минуса и так далее и получается так что вы как будто бы узнаете что-то вот какую-то информацию вы должны были получить раскрыть вы давно хотели узнать эту правду и что плохое уйдет неизвестность для вас то есть плохое для вас это было жить неизвестности в неведении и вы достигаете истины скором времени и раз неведение уходит а наступает истина для вас это будет очень положительным моментом то есть плохое уходит хорошее приходит ведь и черное белое да и для вас эта информация нужна но вы должны знать что и у этой информации есть хорошие и плохая сторона стороны в любом случае но эта информация по крайней мере вот вы проливаете свет на какую-то правду до какую-то истину и ну для вас это в любом случае будет положительной тенденцией в жизни они отрицательны и в жить неведении хуже некуда лучше уже точно понять узнать правду и сюда вот давайте посмотрим знак вселенной для вас счастье для всех даром говорит карта до счастья действительно не купишь и в то же время счастье никогда в жизни ну невозможно допустим достичь с помощью какой-то корысти до с помощью каких-то манипуляций она просто есть и все но для всех даром и я все время вот обсуждают своими клиентами момент счастья нельзя жить в части постоянно это невозможно нет никаких людей таких которые вот прям в нирване бы постоянно жили ну даже если они употребляют кое-что все равно будет момент ну эйфории и протрезвление да ну сами понимаете вот и допустим когда мы кушаем вкусную еду вырабатываются гормоны счастья мы счастливы проходит 20-30 минут мы уже живем обычной жизнью счастье она в это мгновение вот это вам нужно понять что вы испытываете счастье ежедневно и она является кратким мигом но каждый день и сказать что вы живете несчастливо вы не можете и сказать что вы живете в постоянной эйфории вы тоже не можете но она для всех даром потому что да когда вы допустим три дня представьте не ели и вдруг поели хлеба он покажется вам манной небесной будьте счастливы попробуйте не пить сутки воды вы попьете будьте счастливы зажать нос три минуты не дышать вы будете опять счастливы понимаете но такая позиция номер один а мы идем дальше позиция номер два наша кайбол что хорошее придет что плохое уйдет наша тема и первая карта что хорошее придет вашу жизнь в скором времени вышла карта влюбленные что хорошее придет это ну большая любовь скорее всего да или сильного улучшения отношений с каким-то человеком нахождение своей второй половинки да здесь здесь на карте есть еще один человек который наблюдает так скажем тоже заинтересован но мы не можем иногда регулировать этот момент то есть это судьба уже до когда ты строишь отношения всегда нужно думать что да в этом человеке или даже в тебе самому может быть кто-то еще заинтересован и кто-то еще тайно наблюдать любить и так далее но мы не можем это регулировать и мы не можем распоряжаться чужими чувствами но все таки все таки вы с кем-то строите гармоничные отношения в скором времени ваша пара да и я считаю что на этом лучше фиксироваться что хорошее придет любовь любовь забота внимание от какого-то человека скорее всего это взаимные чувства чаще всего да эта карта показывает что вы друг другу по сердцу что вы две половинки может эта половинка у вас уже есть тогда с ней с этой половинкой у вас будут очень сильно хорошие отношения в скором времени или вам даже сделают предложение а может быть сделают большой сюрприз и подарок да если у вас половинки нет половинка обязательно будет вот часто карта показывает примирение браки свадьбы там да и рождение детей даже иногда показывают но иногда эта карта вообще не связана с любовью она говорит о том что человек нашел свой путь сердца то есть нашел дело которое ему по душе он мечтал об этом мечтал наконец-то заниматься тем что ему нравится в жизни и вот он нашел этот путь это тоже путь сердце тоже счастье это тоже любовь давайте посмотрим что плохого уйдет из вашей жизни восьмерка жезлов ну восьмерка жезлов показывает что поспешность уходит то есть когда поспешишь людей насмешишь да ваша импульсивность и более того часто эта карта показывает людей людей не совсем серьезных которые постоянно надоедают постоянно ну там звонят пишут пытаются перенять все внимание на себя вот есть такие люди которые являются слишком активными по сути чаще всего это энергетические вампиры они шубуршат время суетятся им нужна толпа им нужно внимание и оно должно быть постоянным и вы знаете это надоедает очень сильно людям потому что если вы не супер донор там с четырьмя двойками пятью двойками да там в натальной хотел сказать карте в квадрате пифагора то значит что этот вампир может выпить вообще всю кровь и чем больше он болтает тем вам хуже 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 вот такой человек может уйти из вашей жизни по восьмерке жезлов вот такой человек часто себя окружает именно многим количеством людей друзей и так далее чтобы со всех понемножечку попивать энергии и вы такого человека активного вы его за версту можете учуете именно потому что вы будете просто понимать что если человек вот такой от яркий активный это не значит что он донор это значит он вампир потому что донору по сути это общение нужно только для того чтобы поделиться энергии помочь кому-то чаще всего к нему просто идут и все он не ищет этого общения понимаете вот а вампир он очень сильно ищет общение и вот тот кто очень сильно проявляет инициативу к вам в плане именно дружить вот это скорее всего вампир и есть вот этот человек как-то откатится наконец-то вы переключитесь на какую-то гармоничную дружбу или любой любовные приятные отношения ну и вот поспешишь людей насмешишь еще раз хочу сказать да что ваша слишком большая импульсивность поспешность делание выводов да это тоже может отпасть скором времени потому что вы наконец научитесь держать себя в руках это очень важно ну давайте теперь посмотрим что скажут наши дикие неизвестные архетипы что хорошее придет скором времени вашу жизнь ахо вашу жизнь идет шторм но смотрите это тоже хорошо не всегда это плохо да иногда хочется стихии вот я даже очень часто езжу например на море для того чтобы посмотреть как сильно волны бьют то есть именно в непогоду потому что это иногда интересно это завораживающее зрелище и иногда вот этот вот шторм он нам в жизни нужен для чего для того чтобы смести все на своем пути и очиститься вот эта карта на настоящего очищения он все с берега сметает и убирает да весь даже но иногда там мусор и так ну все такое вот если не дай бог что то оставили но и бывает природный мусор там палочки да там всякие вот это все тоже уносится морем и вы знаете раз и берег становится другим бывает наметает штормом что-то новое новый предмет вот у нас янтарь до наметает шторм вот а бывает что уносит то что там уже залежалась да и я считаю что вот для вас вот будет не знаю какой-то интересный момент в жизни когда все вроде как переворачивается все меняется но вам в этом интересно жить вы этой стихии поддаетесь и вам классно вот вам будет от этого весело у вас будет активная жизнь много ярких событий и я считаю что это хорошо когда вот такая стихия врывается в вашу жизнь давайте посмотрим что плохое уйдет вышла карта загадка вот смотрите она показывает что долгое время вы жили в ситуации когда очень хотели разгадать какую-то ребус какую-то загадку какую-то тайну и пытались докопаться до самой глубины можно я достану еще одну карту чтобы понять что это за загадка интересно вышла карта поэт поэт то есть по сути это загадка может быть связана с вашим талантом вот в долгое время могли пытаться разгадать загадку своей души своей талантливости своей одаренности и наконец-то у вас уходит это неведение то есть вы наконец раскрываете в себе потенциал не обязательно именно в стихах да ну это может быть что угодно то есть ваша одаренность ваша глубина и карта показывает что вы определитесь наконец с тем что хотели разгадать вот вы наконец дойдете до этой истины до этого дна более того конечно карта поэт она может показывать что но человек наконец-то начинает не просто развивать себя до чувствовать этот мир вот совершенно с другой стороны иначе иначе воспринимать всю реальность и это более углубленное знание мира это чувствование вселенной даже вот каких-то ритмов биоритмов вселенной да и естественно развиваются способности к экстрасенсорики потому что ну про многих даже вот если честно писатели поэтов говорили что у них есть и в том числе экстрасенсорные способности или были а вот и многие из них ну вот как вы знаете да даже были с экстра с экстра такими ординарными личностями то есть совершенно не вписывающимися враг в рамки этого общества да ну давайте посмотрим знак вселенной для вас ох кофе брейк это святое говорит знак вселенной но это вот прям по мне например предсказание я бы я такому очень обрадовалась потому что такой знак вселенной я кофеман это для меня вы любите кофе мне вот это интересно может быть вы любите чай но все равно пойдете на кофе брейк чтобы сделать перерыв да для чего эта карта она говорит что иногда вот даже в шторм даже когда у вас все меняется когда все становится бурное событие вокруг такие яркие вам интересно вам весело но нужно делать перерыв нужно делать перерыв и уметь отдыхать ну такая позиция номер два а мы идем дальше позиция номер три что хорошее придет что плохое уйдет из вашей жизни и первая карта у нас у нас вино до первая карта что хорошее придет вашу жизнь скором времени ухты вышла карта тройка кубков она показывает праздник праздник радость и вино слушайте вот почему у вас совпало почему выбрали вино и на этой карте распевают ну-ка рассказывайте куда вы идете на какой праздник у вас какое-то радостное событие идет в жизни хорошее что придет там свадьба день рождения какой-то корпоратив или просто есть что отпраздновать нужно например новоселье покупку недвижимости да карта очень хорошая счастливая она исполняет желание и она говорит о большом счастье конечно вашей жизни и веселье веселье идет веселье компания может быть да там и когда ты расслабляешься и когда ты смеешься и когда тебе с кем общаться и ты на одной волне со всеми я считаю что это очень хорошо конечно и я считаю что люди когда они все-таки до сих пор могут даже вместе собираться это большое счастье мы все больше и больше отдаляемся друг от друга и все больше закрываемся а нужно действительно уметь сейчас да вот наше тяжелое время встречаться друг с другом несмотря ни на что давайте посмотрим что плохого уйдет когда из вашей жизни ага семерка жезлов ну во первых уходит конкурент или конкурент когда какое-то соперничество какое-то соперничество какая-то конкурентная борьба уходит уходит момент когда вы ну с кем-то прям соревновались или кто-то с вами бился боролся уходит враг из вашей жизни я бы могла даже так сказать недоброжелатель человек который всеми силами пытался сделать так чтобы вас в чем-то одолеть завистник или человек который хотел отбить у вас кого-то что тогда в жизни занять ваше рабочее место то есть это все отпадает какой-то негатив отпадать более того семерка жезлов показывает что может быть такое что кто-то из ваших близких родных или любимых людей очень сильно огораживал свое личное пространство это даже может быть ваш ребенок ваш любимый человек муж там да или просто человек которого любите и уходит стена между вами то есть когда человек всеми силами защищал свое личное пространство не хотел чтобы залазили в его душу общались с ним и ограничивал себя от другого да а теперь он перестает это делать и вот этот момент негативный он уходит и это плохое да но было плохое но уходит человек становится ближе человек больше располагает человек больше общается это очень хороший знак на самом деле давайте посмотрим теперь наши дикие неизвестные архетипы что хорошее придет скором времени в вашу жизнь так гора ну смотрите тут гора то какая она интересная гора там на человек себе в этой коре домик сделал это значит что вашу жизнь скорее всего идет очень крепкая прочная дорогая недвижимость все-таки у вас и тут были какие-то моменты даже говорила говорю а вдруг это новоселье и ведь и гора она в этой колоде она может означать ну вот прям видите квадратик человечек тепло тепло твоей крепости это первобытный наверное человечек но он себе там хороший домик сделал и вы знаете вот я считаю что и основательность прочность защита и недвижимость может по этой карте проходить наконец-то куплю себе тот дом который я хочу ту квартиру которую я хочу да если у вас недвижимости на валом может быть человеку у которого недвижимости на валом не знать что с ней прям делать ой не могу но если у вас есть недвижимость вы мне сейчас не нуждаетесь гора может показывать просто защиту да что вы человек с крепким здоровьем с крепким иммунитетом что у вас есть природная защита энергетическая защита давайте посмотри извиняюсь смешенка в рот попал но бывает такое что плохое уйдет из вашей жизни давайте посмотрим ага знаете ментор это наставник но тут не то что уходит ваш наставник нет 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 узнаете идет ситуация когда вам что-то разъясняет ваш наставник ваш духовный сопроводитель до идет ситуация когда вы не могли с ним как будто бы соединиться а сейчас соединяйтесь и еще по этой карте может быть по другому только это частный случай что к вам был прикреплен кто-то из мертвых но отбывает такое что духи прикрепляются к человеку и человек прям их кожей чувствует его морозит и тогда этот дух решит покинуть вас во своя си потому что нельзя духу стоять около человека постоянно и тянуть его энергию в мир мертвых поэтому да поэтому здесь тогда может быть что человек этот вот который умершего наконец открепится и уйдет в тот мир в котором он должен быть и переродиться в тело потом впоследствии до душа его а стоять она около вас не должна тогда до мучить вас перестанет так скажем даже если вам нравилось бывает людям нравится когда духи рядом но это не нужно вот а так наставник разъясняет вам ваше невежество и вы наконец понимаете истинные то есть ваше невежество уходит неведе не уходит а вы понимаете святые истины этого мира и просвещает вас ваш наставник рода наставник может быть до дух вот и смотрим теперь знак вселенной для вас позиция наша номер три время жить как я хочу ну вот ну вот мне понравилось особенно если у вас прям недвижимость девать то некуда до горы недвижимости горы и реки вокруг все обставлено ключами от недвижимости ну время жить как вы хотите это классно я считаю человек он должен когда-то в своей жизни пожить так как он наконец-то хочет они так как ему диктовали окружающие не так как я ему заставляла жизнь до его заставляли обстоятельства и конечно это классно а я надеюсь что вы наметили как вы хотите жить потому что вот во всей этой ситуации самое главное знать как ты хочешь вот все знают как вы не хотите как вы не хотите вы прям можете мусолить день день за днем и час за часом а вот как хотите очень много многие не знают мало знают людей как он как они хотят жить и вот вам нужно определиться с этим я считаю тем больше что время жить так как вы хотите и за главное знать как вот такая позиция номер три а мы идем дальше позиция номер четыре что хорошее придет и что плохое уйдет из вашей жизни в скором времени смотрим маргарита да у нас первая карта что хорошая придет а вышла карта пашкубков но вы знаете пашкубков много чего может означать первое это хорошее предложение но это предложение может быть как любовное так и рабочие если рабочие то вам предложат хорошее место работы которая вас будет устраивать вам нравится вообще это колода мне очень нравится она такая милая вот посмотрите только на пожар кубков в этой колоде здесь вот прям как у нас в калининграде и области в приморских городах сидят чайки натянута рыболовная сеть есть даже смотрите корзина с рыбой как у рыбака да у любого это очень смешно и напоминает вот наш регион так скажем морская тема да может быть вы будете жить у моря и что хорошее придет это жить у моря да ну либо вот очень хорошее предложение по работе или по личной жизни но предложат вам кто-нибудь там встречаться общаться признаются в любви или предложат начать все сначала давай начнем все сначала да и также карта показывает предложение руки и сердца давай поженимся например ну или вот тебе хорошее место работы да вообще пашку Кубков, карта нежная. Очень нежная, замечательная, приятная. Почему она тут оформлена в морской теме? Потому что, когда мы находимся у моря, мы счастливы обычно, да? За некоторым исключением. Но есть люди, которые не любят море. Вот знаю я таких. Ну, а в большинстве случаев, да, мы счастливы, когда находимся у моря. Поэтому это счастливая карта, конечно. Что к вам придет в жизнь? Но самое главное, это счастье в скором времени. Ну, давайте посмотрим, что плохого уйдет, да? Ух, какой жадина. Ух, какой ты скряга, да? Четверка Пентакли. Ну, во-первых, может уйти жадный человек. Но бывает такое, что нам надоедает с кем-то общаться. И мы говорим, пока. Я с тобой общаться больше не хочу. Ты меня разрушаешь. А еще ты жадный. Вы знаете, есть такие люди. Вот совершенно они не хотят давать нам эмоций. Не говорят нам ни одного хорошего слова. Жадничают на деньги, жадничают на энергию. А зачем ты мне нужен тогда такой? Ну, иди отсюда. Ну, я так считаю. Ну, мы же не дерево, чтобы мы не могли выбирать ничего в своей жизни. Куда семечка упала, там ты и растешь. Даже если там, не знаю, Припять, да? Ну, куда уже упала, там ты и все. И сиди там. Если только перевезет тебя, то экскаватор какой-нибудь выкопает, да? А мы же не дерево. Мы же люди. Мы можем выбирать, что мы хотим. Куда мы хотим идти, что мы хотим делать. Мы все можем выбирать, понимаете? И общение в том числе. Даже если это родственники. Мы можем сказать, я не хочу с тобой общаться. Хоть ты мне и родственник, извини. Ты меня разрушаешь. До свидания. Сел в тачку и уехал на другой конец мира. Ну, что ты сделаешь? Ну, или будь хорошим, или иди от меня. Вот. И получается так, что, ну, мне кажется, какой-то тяжелый, очень тяжелый человек уходит из вашей жизни, потому что, ну, вам это надоело. Но также это может быть очень ограниченная, ограниченность большая ресурсов. Ну, то есть, когда ты живешь, тебе вроде на все хватает, но только впритык. Ну, знаете, есть такие бюджеты, да? Когда еле-еле, что сводишь концы с концами. На еду, на жилье вроде хватает, но на все остальное уже не хватает. На какие-то излишества не хватает. А, обидно, да? И вот эта ограниченность уходит, и у вас приходят новые ресурсы по пажу кубков. И, конечно, это классно, когда прибавляются деньги в твоей жизни. Давайте посмотрим дикие неизвестные архетипы. Странная такая колода, вы знаете. Она там давала нам в других трех позициях очень интересные ответы. Что хорошее придет в вашу жизнь в скором времени? Давайте посмотрим. Хм. Ну, это вообще старуха. Ну, тут мы видим еще и как бы вороненка с монетой, да? И не обязательно, что эта карта может означать, допустим, что к вам приходит старушка и стучится в дверь. Здравствуйте. Нет, конечно. Карта показывает перемены. То есть, что хорошее придет, это явные перемены, трансформации. Она говорит о том, что идет... Ну, вы знаете, даже как будто бы высшие силы протягивают помощь вам. Ну, вот руки, видите, руки тянутся с помощью, да? И, возможно, даже помощь будет и финансового характера. Но пусть от пожилого человека, допустим. Но почему нет? И более того, карта также может означать, что мы решаем вопрос, допустим, с нашими пожилыми родственниками в положительную сторону. Ну, ну, то есть, когда мы не могли прийти к какому-то мнению единому, что делать в такой-то или сякой ситуации, да? Также решение находится по этой карте по поводу лечения, по поводу лечения болезней, по поводу разрешения ситуации по здоровью. И также карта может показывать, ну, прямое, да, свое значение. То есть, когда в жизни что-то кардинально, вот с ног на голову меняется. Ну, допустим, меняете одну работу на другую, да? Увольняетесь с одной, приходите на другую работу. То есть, это все-таки карта номер 13, да? Которая может показывать именно это. Из одних отношений выходите, в другие приходите. Что-то рвете для того, чтобы построить новое. И для вас это будет очень важно, конечно, важной трансформацией. Ну, давайте посмотрим, что плохого уходит из вашей жизни в скором времени. Ну, все, карта все поранила. Что плохого уходит из вашей жизни в скором времени? Карта сирена. Ну, она показывает, что, вы знаете, идет ситуация какого-то обмана, соблазна. То есть, вот, возможно, кто-то пытался долгое, длительное время вас втащить. Ну, например, в финансовые махинации, в неприличный какой-то неправильный, обманный бизнес. Как сейчас есть сетевые виды бизнеса и так далее. Когда людей очень массово обманывают. Вас куда-то пытались втащить в аферу какую-то. И, конечно, ну, в любом случае вам этого делать было нельзя. И это отпадает. Что плохого уйдет? Афера. Афера обман, интрига. И также, может быть, какой-то человек вас длительное время обманывал. Пользовался вами, делал гадости. Вот этот человек отпадает из вашей жизни. И, наконец, наступает в жизни благодатный период, да, когда у вас все хорошо. Вы знаете, я вообще очень не люблю врунов. Ну, вот, самый плохой человек для меня это обманщик, врун. И когда обманывают, для меня это вообще последнее. И я считаю, что врать это очень-очень плохо. И даже когда вот, ну, не знаю, в мелочах врут, ну, меня потряхивает от этого. И я считаю, что это великое благо, когда от нас отпадает какой-то врун. Или человек просто перестает врать. Потому что, ну, любому нужно давать шанс на исправление. Давайте посмотрим знак вселенной для вас. От себя не уйдешь, говорит знак вселенной. Ну, так оно и есть, конечно. Куда бы вы ни ехали, что бы вы ни делали, вы всегда везете себя с собой. Я об этом много раз говорила. Я сама переезжала за 3300 километров. Я вот реально, когда переезжала, я думала, что моя жизнь изменится, и я изменюсь. Вы знаете, ну, вообще так оно все и произошло. Но когда я переехала, и когда я вокруг оглянулась, и когда город меня целый год испытывал, и было все ужасно сначала, я оглядывалась вокруг себя и все время говорила, ну, вот куда бы ты ни поехал, ты везешь себя с собой. И ты соответствующую, ну, соответствующую вокруг себя обстановку создаешь. И раз все ужасно, значит, это ты такой ужасный. И когда все будет прекрасно, это значит, ты такой прекрасный. Все очень просто, все легко в этом мире. Поэтому от себя не уйдешь. Вам просто нужно менять себя. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Жду ваших комментариев. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на канал Школа Тару Альвиен. Всем пока и до новых встреч.